Что же касается вердикта МОК, то в ближайший вторник в Москве должны принять окончательное решение, будет ли Россия бойкотировать Олимпиаду. Но судя по тональности высказываний, в том числе и высших должностных лиц, наши соседи, скрипя сердцем, все-таки отправятся на игры. Ведь даже если на твоей форме нет государственной символики, не звучит гимн и не поднимается флаг, показать национальную идентичность можно другими способами. Николай Стула собрал самые важные факты и слова о допинговом скандале. Команда России отстранена от Олимпиады в Южной Корее. Отчет Шмидта четко выявляет беспрецедентный ущерб олимпийскому движению. Отчет вскрывает допинговые манипуляции с лабораторией в Сочи на играх. МОК подготовил пропорциональные санкции, при этом защитив чистых атлетов. Как бывший спортсмен приношу извинения чистым атлетам, но они не смогут в Пханчхане выступать под российским флагом. Итак, Россию допускают к играм в Южной Корее, но без флага и гимна. Штраф 15 миллионов долларов и пожизненный бан двум чиновникам. Наивно было бы полагать, что это решение МОК устроит всех. Слишком далеко зашла допинговая история. Наказание суровое, а прямых доказательств вины так и не нашли. Эта команда будет называться командой российских спортсменов. Особенно остро все воспринимается сразу после оглашения приговора. На эмоциях. Российский телеканал выходит в эфир с перечеркнутыми олимпийскими кольцами. Не вникая в суд дело, можно подумать, что дорога в Пханчхан российским спортсменам однозначно закрыта. Они плачут и их можно понять. Сейчас много говорится о том, что чистые спортсмены должны ехать, а мы, получается, грязные. Вы не грязные. Вы не грязные, еще раз я хочу сказать. Витя, поймите, я рассуждаю с позицией спортсмена. Это дико для спортсмена, что их могут не пустить на игры. Спортивный расизм. Политический расизм. Все могут участвовать, кроме русских. Вот это вот такое дикость. Такого никогда не было. Если бы мне выпала такая участь, конечно, было сложно было принято решение. Но я бы не представлял себя без флага и тем более без гимна страны. Но есть и другая крайность. Те, кто видит в России государственную допинговую программу, тоже недовольны. Немецкий журналист Зеппельд, который снял несколько фильмов о спорте, расстроен решением МОК. Мол, слишком мягкое. Олимпийский комитет России должен просто принять условия МОК, но не обязан делать никаких шагов по борьбе с допингом, чтобы быть восстановленным уже через два с половиной месяца. Так о чем это говорит? О грязной сделке МОК с Кремлем, чтобы избежать бойкота? Уже на церемонии закрытия мы сможем увидеть российский флаг. Как будто ничего и не произошло. Десятинедельное отстранение – это просто такой пиар-трюк МОК, чтобы сохранить лицо. Журналист в своих размышлениях не одинок. Например, чешская биатлонистка Каукалова тоже не хочет видеть россиян на играх. И это тоже перебор. Здравый смысл подсказывает – допинг нужен далеко не во всех видах. Если взять каких-то лыжников, у которых там нагрузки колоссальные. Бег там 30 километров. Да, которые я даже просто представить не могу. Вот там, да, наверное, что-то нужно, не нужно, не могу сказать. Но чисто по нам могу сказать, что можно и без этого спокойно обойтись. Фигуристы точно не принимай. У нас отобрали флаг, отобрали гимны, не отобрали честь и совесть. У нас есть мечта у каждого – попасть и поехать. У нас никто не отнимет то желание играть за свою страну. Все знают, откуда мы. Поэтому я надеюсь, что вокруг этой ситуации мы сплотимся и будем сильнее. Когда эмоции улеглись, стало очевидно главное – в Лозанне стороны пошли на компромисс. В данной ситуации это самое оптимальное решение. России нужно, чтобы эта история с допингом, которая началась несколько лет назад, быстрее закончилась. Наши соседи получили сигнал. Если будете придерживаться дорожной карты, российский флаг появится на закрытии игр, а допинговые преследования прекратятся. Были варианты полного запрета участия нашей команды в Олимпиаде. Более того, здесь очень важно, что МОК хочет поставить вообще точку в этой истории всей с допинговыми нарушениями, признает то, что нами проделана огромная работа для того, чтобы привести в нормальное состояние нашу антидопинговую систему. Конечно, отсутствие гимна и флага – это большой минус. В тот же день Владимир Путин также отмел все разговоры о бойкоте игр. Правда, окончательное решение – ехать, не ехать – примут во вторник в Москве на Олимпийском собрании. Россия признается, допинг у них в спорте есть, как и у многих других стран. Но ведь и борьба ведется, ее глупо не замечать. Зачем же тогда применять коллективную санкцию? В МОКе услышали и чистых атлетов допускают к играм. Допинг до конца не может быть исключен, потому что каждый спортсмен, и тренер, и обслуживающий персонал видят в этом плане не только здоровье спортсмена, к сожалению, но и достижение каких-то результатов любыми средствами. И ясно, что мы во многих вещах тоже неправы. Но то, что в это вмешивается политическая часть, это неправильно. Все время же подчеркивалось, что спорт вне политики, но спорт – такое действие, которое, несомненно, влияет на политику. Российского спортсмена ставят перед фактом. В случае победы в его честь не будет играться олимпийский гимн. Это больно слышать. Но ведь не ехать на главное соревнование еще больнее. Выбор трудный, для болельщиков он легче, поэтому и призывы к крайним мерам звучат чаще. Это щелчок по носу, который нельзя ни в коем случае принимать всерьез. Может быть, нужно показать всем, что без нас они не смогут, без российских спортсменов. И это будет уже нечестная борьба. Хёнчан тоже обеспокоен решением МОКа. Российские болельщики могли бы поправить дела с тяжело идущими продажами билетов на соревнования. Южная Корея ведь не дешевая страна. Хозяева Олимпиады тоже томятся в ожидании вторника. Это позор. Что касается неучастия России в Олимпиаде, игры многое теряют. Но с другой стороны, я понимаю, в решении МОК есть резон. Для более строгого регулирования допинга это имеет смысл. Как бы то ни было, Олимпиада в Хёнчане войдет в историю как одна из самых примечательных. О ней будут вспоминать не только в контексте спорта, но и политики. Как вспоминают недопуск отдельных стран за развязывание войн или апартеид. На той самой пресс-конференции Томас Бах сделал еще одно заявление. Медали, отобранные у россиян за Сочи, найдут новых обладателей. Причем эти медали не перешлют бандеролию по почте. Олимпийский комитет планирует перенаграждение в Хёнчане. Это значит, что в жизни 44-летнего лыжника из Беларуси Сергея Далидовича точно будет Олимпийский пьедестал. Правда, эмоции давно склынули, признается спортсмен. Сергей Далидович в Сочи занял пятое место, но после дисквалификации россиян Легкова и Валикжанина получит олимпийскую бронзу. С одной стороны, достойное украшение долгой карьеры, с другой – сочувствие коллегам-соперникам. Мы все-таки здесь находимся на этой кубке мира. Все команды здесь, в том числе и российская команда. Какие-то комментарии тоже давать, наверное, не буду. Отстранена команда, страна. Но все чистые спортсмены могут сделать свой выбор и поехать соревноваться под нейтральным флагом. Другое дело, поедут ли они. Ну, это загадка, интересно, чем все это закончится. Хотелось бы верить, что после показательной порки России на Олимпиадах в Бразилии и Южной Корее допинговый скандал отправят на свалку истории. Но смущает, что Григорий Раченков – беглый химик из бывшей российской антидопинговой лаборатории, на показаниях которого и строились обвинения через своего адвоката Джимми Уолдена, заявил, что настаивает на официальных извинениях со стороны России. Иначе ей грозят новые обвинения. Уже были намеки на футболистов. А следующий чемпионат мира как раз запланирован немного восточнее Беларуси. Есть секретная папка, в которой содержится информация о тысячах и тысячах образцах. Это не только пробы с Олимпиад. Там есть и пробы с соревнований других уровней. И теперь у России два пути. Первый – признать случившееся и доказывать, что Россия готова исправлять ошибки. Второй – вынудить ВАДА пойти по этому следу и найти каждого спортсмена, чьи пробы дадут положительный результат. В главном эфире Николай Стула.